Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня такой немного нетрадиционный выпуск, посвященный моему новому автомобилю, который называется Jilly Cool Ray. В данном случае это рестайл 2023 года, который уже вовсю продается и в российских салонах, но у меня это машина, ввезенная по параллельному импорту. И, собственно, сегодняшний ролик будет посвящен разговору о том, сколько вот такая вот условно максимальная комплектация отличается от максимальных комплектаций, которые продаются в российских автосалонах. Потому что это вопрос, на который даже очень многие дилеры, которые возят эти машины по параллельному импорту, ничего подробно ответить не могут. Ну, вроде бы китайская максималка. Поэтому, что здесь еще другого можно сказать? Давайте начнем с того, что сегодня мы разговариваем о моем собственном автомобиле, который имеет комплектацию, обозначаемую в Китае как Champion Edition. Это весьма условная максимальная комплектация по той причине, что, в принципе, в Китае выпускалась гораздо более насыщенная разного рода опциями и гораздо больше похожая на максималки от российских дилеров версия, которая называлась Battle. Однако, в 2023 году, в декабре, она была уже снята с производства. И, то есть, получается, что привезти эту машину в такой комплектации БУ еще невозможно, потому что пока что это, так сказать, непроходной автомобиль. А, с другой стороны, купить такую машину новой невозможно уже потому, что их просто не выпускают. Поэтому, да, Champion Edition, это на данный момент, в 2024 году, когда я снимаю этот обзор, это все-таки максимальная китайская комплектация, ну, по крайней мере, из того, что доступна на открытом рынке. Мой автомобиль был завезен в Россию и из Киргизии с помощью того способа, который сейчас называется параллельным импортом компании «Русский китаец». И вы знаете, друзья, учитывая, что из Бишкека в Новосибирск ко мне машина дошла за 5 дней, я бы так сказал, что одного этого факта достаточно для того, чтобы ребят рекомендовать. У них есть офисы в Москве и в Новосибирске по России, но доставку, я насколько понимаю, они обеспечивают практически в любой город Российской Федерации. Кроме того, торгуют они машинами, понятное дело, что не только из Киргизии, но и из Китая и из Южной Кореи. Поэтому ассортимент БУ автомобилей или даже не очень БУ, они могут обеспечить самый обширный. В общем, короче говоря, активно рекомендую, потому что сам воспользовался их услугами и остался доволен. Начнем мы сегодня разговаривать с некоторых отличий, которые пользователи Geely Coolray из России, купленные в российских автосалонах, могут заметить сразу. Потому что мы сейчас будем разговаривать об отличиях в экстерьере машины. Я таких отличий, про которые я знаю точно, насчитал три штуки и про них про все вам сейчас подробно расскажу. Первые два отличия вы можете заметить, что называется сморды. У российских максимальных комплектаций вот здесь есть такие большие ходовые огни, которые представляют из себя эдакую светодиодную линию. На китайской максималке ничего подобного не будет. Кроме того, в российских максимальных комплектациях где-то вот здесь в бампере есть еще и противотуманные фары. В китайской версии даже вот в такой вот условно максимальной ничего подобного не будет. С этими самыми противотуманными фарами связана одна очень забавная вещь. Дело в том, что вот здесь вот на рукояти управления светом есть кнопка, которая эти противотуманные фары вроде бы как включает. Ты ее нажимаешь и вот обратите внимание, даже на панели включается значок, обозначающий, что противотуманные фары включены. Так что как бы включить их можно, а самих фар у вас не будет. Еще один момент, за который очень многие пользователи вот такого вот рестайлингового Кулрея в российских версиях благодарили китайскую компанию, но который здесь не реализован, это электрический привод багажника. На данной условно максимальной китайской версии никакого электропривода не будет. Вот так вот он механически открывается. Не для всякого человека это является каким-нибудь уж там серьезным препятствием купить подобный автомобиль, но отличие достаточно существенное. Здесь электропривода двери багажника не будет. Про четвертый момент упомяну эдаким бонусом, потому что я на самом деле не уверен, как сделано в российских максимальных версиях, просто не помню, несмотря на то, что я их видел. У китайского автомобиля вот в такой вот версии Champion Edition будут 18-е литые диски. Вполне возможно, что на российских максимальных версиях они будут 19-е, потому что в принципе это вот как бы такая максимальная роскошь, которая в плане колес поставляется нам китайским производителям. Для себя же эти машины китайцы расценивают как довольно-таки недорогие, поэтому они вообще несколько победнее в плане опций по сравнению с тем, что продается в российских салонах официальных автодилеров Gile. Так, ну с экстерьером у нас вроде бы все, давайте, наверное, внутрь пойдем, потому что про все остальное проще будет рассказывать оттуда. Еще один момент, который можно отнести к экстерьеру, но снять его проще изнутри машины, вот он. Часто меня спрашивают, есть ли у вот этой максимальной комплектации так называемая панорамная крыша, потому что в принципе очень часто вот как раз эту комплектацию автомобиля сравнивают, ну скажем так, с младшими российскими версиями, я их тоже немножко сегодня коснусь по поводу того, что знаю. Ну вот да, на вот этой, по крайней мере, комплектации из Китая, которая называется Champion Edition, здесь вполне такая панорамная крыша, какая бывает на максимальных версиях, которые продаются в российских автосалонах. А, ну да, и еще один интерьерный момент, который я как бы уже показал, но ничего про него не сказал, заключается он в следующем. В российских флагманских версиях этих автомобилей часто говорят, что очень важным элементом люксовости автомобилей является некая черная крыша. Давайте вот так вот закроем, будет немного лучше видно. У этого автомобиля крыша не черная, она тут в данном случае такая темно-серая. Я, правда, не совсем уверен, какого цвета вот здесь обшивка на потолке у российских максимальных версий, но, в общем, показываю то, что сделано в этом автомобиле. И еще один такой момент, говорят, я вот, правда, в этом не совсем уверен, что некоторые минималки, по крайней мере, российские, будут лишены вот этих вот фонариков в зеркалах, которые здесь есть. Ну, вот в данной машине, как видите, это тоже присутствует, как и должно быть в максимальной версии. Давайте теперь посмотрим на некие внутренние настройки автомобиля, которые доступны через головное управляющее устройство. Потому что здесь те, кто пользуются автомобилями Geely Coolray, купленными в российских автослонах в максимальных версиях, сразу заметят, что всех разного рода опций, связанных с интерьером машины, будет заметно поменьше. Давайте как бы быстренько так покажу. Ну, во-первых, как видите, здесь вот, допустим, в управлении дворниками нет функции автодождь, или как-то как она там правильно называется, когда во время дождя дворники включаются автоматически. Единственное, что здесь можно сделать, это автоматически включить задний дворник при движении назад. Ну, мне вот эта лично функция не нужна в том климате, в котором я нахожусь, мне кажется, это мне не очень-то подходит. Но больше здесь дворниками сделать ничего нельзя. Дальше, что касается света. В принципе, тут тоже такая ситуация, что кроме провожающего света фар отсюда ничего не регулируется. При этом я добавлю такую вещь, что у меня установлена русификация машины полностью, потому что она приехала с компьютером, полностью напичканным китайскими иероглифами. И вот скажу такую штуку, что вот эта функция провожающий свет, она на моем автомобиле работает как-то для меня достаточно непонятно. Потому что, когда я закрываю машину, фары никогда не горят. Ни 30 секунд, ни 60, ни 90, что-то тут не ставь. Мне лично кажется, что эта функция не работает, хотя вроде бы как система ее управления здесь есть. Дальше, что касается зеркал. Ну, в общем-то, тоже, насколько я понимаю, это и в российских максимальных версиях, так и не в максимальных, где зеркала складываются. Здесь я вот не могу сказать, что в российских версиях лакшери и комфорт в этом отношении сделано. Но, в принципе, при закрывании машины у меня вот установлено, что зеркала складываются. То есть в китайской максималке эта функция присутствует. Последняя функция – это замок. Ну, здесь, собственно говоря, тоже, насколько мне известно, ничего другого в этом смысле. Российские максимальные комплектации не предлагают. Но тут я могу ошибаться, потому что, честно говоря, вот эту функцию я, естественно, в российских максималках во время тест-драйва не пробовал. Если окажется, что сделано как-то по-другому, то, пожалуйста, об этом напишите где-нибудь в комментариях. Если посмотреть вот тут в настройке, то можно увидеть электронные помощники, которые у этой машины есть. То есть, да, есть функция автохолд, есть функция автозаноса, есть функция помощи при впуске с горы и так называемый старт-стоп двигателя. Насколько мне известно, все эти функции в российских максималках тоже есть. И, в принципе, в этом отношении машина им ничем не уступает. Самая, пожалуй, интересная часть – это вот эти вот интерьерные настройки. Вот так бедно, в общем-то, достаточно они выглядят в данном автомобиле. То есть, то, что вы видите, говорит в первую очередь о том, что нет того момента, который в российских максимальных комплектациях очень часто привлекает молодежь. Ну, и людей таких, которым нравится, чтобы машина была, что ли, немного более пестрой внутри. Здесь из настроек видно, что машина лишена вот этой так называемой атмосферной подсветки, которая есть в российских максимальных версиях. То есть, здесь вот как бы везде пущена такая диодная лента, которая может, что называется, еще и менять свой цвет. Но, как видите, данная китайская максимальная комплектация вот этого всего лишена начисто. Не будет ни этой ленты, не будет ни подсветки ног, не будет какой-то дополнительной подсветки на дверях для того, чтобы было удобно выходить. Ничего этого на данной машине нет. Тут есть, по сути дела, всего лишь две регулируемые функции по интерьеру автомобиля. Первое – это звук. Ну, вот так вот это дело выглядит. Насколько мне известно, в максимальной китайской комплектации несколько меньше динамиков, чем в максимальной российской. Потому что, насколько я помню, в максимальной российской их, по-моему, все-таки восемь, если я не ошибаюсь. А здесь их, если я опять-таки не ошибаюсь, всего шесть. Если даже как бы не четыре, вот про это боюсь на самом деле наврать. Но факт то, что регулировки на самом деле есть вот только такие, которые здесь указаны. Насколько мне известно, в принципе, да, в данный компьютер можно поставить дополнительное программное обеспечение, которое несколько улучшит звук. Но, тем не менее, понятное дело, что здесь автомобиль все-таки B-класса, какого-то суперзвука. Если вы действительно меломан, получить из той акустики, которая установлена в данную машину, у вас, скорее всего, не получится. Но, тем не менее, настройки кое-какие есть. Вот так они в данном случае выглядят. На российских версиях, опять-таки, не пробовал смотреть. Но вот, насколько знаю, те отличия, которые должны вроде бы как быть, изложил. И дальше настройки экрана у нас здесь еще есть. Ну, по большому счету, настройки экрана, я думаю, что на российской версии существуют приблизительно те же самые. Что-то тут нового не будет. Режимы день-ночь, яркость подсветки днем-ночью. Она разная может быть отрегулирована, когда день-ночь наступает. И некий запрет видео во время движения. Ну, мне вот эта функция не нужна, у меня отключена. В общем-то, по сути, и все. С точки зрения функций интерьера данного салона, здесь ничего больше нет. Давайте здесь мы еще посмотрим последний пункт меню. Ну, тут, в принципе, тоже ничего особенного. Настройки Bluetooth. Если вы подключаете точку доступа непосредственно в машине, то можно раздавать с нее интернет. То есть, есть hotspot, как видите. И, в принципе, можно получать интернет здесь по Wi-Fi. То есть, собственно говоря, так, как я и делаю. Ходспот, я, честно говоря, для себя не понял сценарий, когда бы мне это могло бы быть удобно. А вот для работы всего программного обеспечения, которому нужен доступ в интернет, я раздаю интернет с телефона. Собственно, вот пользуюсь вот этой вот функцией. Ну, то есть, здесь вот можно, как бы, в принципе, если надо, что-то дополнительно настроить. Главной проблемой любого российского пользователя будет отсутствие в автомобиле из Китая так называемого зимнего пакета. Кое-что в плане подогревов здесь, конечно, все-таки есть. И это примерно соответствует моей предыдущей машине. У меня предыдущая машина была Lexus RX 300, аж 2001 года выпуска. Вот примерно то, что было там, у этого конкретного автомобиля есть. Ну, и давайте на это как раз и посмотрим, что тут на самом деле будет. По большому счету, у этой машины, и насколько мне известно, это именно штатная особенность Champion Edition, помимо подогрева заднего стекла реализован подогрев боковых зеркал. Это все повешено на одну кнопку, в любой момент можно включить. Ну, и, в принципе, вот учитывая, что у меня от GMC есть функция голосового, так сказать, запуска, или голосового управления, правильнее сказать, то я могу включить эти подогревы голосом. Кроме того, в моем автомобиле еще и установлены подогревы сидений, но управление ими не реализовано через головное устройство. То есть это некая такая дилерская опция, которую сделали, ну, скажем так, видимо, потому что автомобиль все-таки предполагалось эксплуатировать в холодном климате. Но штатно здесь такой штуковины вполне может и не быть. Сейчас покажу, как реализовано. То есть вот у меня это все сделано вот так. Просто выведена такая кнопка на боковину каждого переднего кресла, у пассажира тоже есть, и это будет подогрев сидений. Вот и все. Не более того. Как бы на самом деле для меня лично такая реализация, пожалуй, даже более удобная, чем если бы это все было сделано через головное устройство. Но кому-то это может не понравиться. Более того, еще раз повторюсь, штатно в этих автомобилях подогрева в сидении ни передних, ни задних не будет. У максимальных российских версий вот в этом вот месте будет размещена кнопка подогрева руля и кнопка включения автоматической парковки. Кстати, про подогрев руля как-то не совсем уверен. Может быть, конечно, эта кнопка здесь есть только в головном устройстве, в максималках российских. Но, как видите, по крайней мере, у этой машины подогрева руля нет совершенно точно. Вообще ни в каком виде. Здесь на этой регулировке есть только регулировка фар по высоте. И все. На этой панели больше никаких элементов управления вы не увидите. Теперь давайте по электронным помощникам пробежимся. Потому что, на самом деле, по сравнению с российскими максимальными комплектациями в этой версии не будет, ну, вот прямо много чего. Очень многие пользователи этих машин, когда видят, на самом деле, какая здесь есть разница, очень сильно удивляются, что в китайской максималке нет, ну, прямо-таки, можно сказать, что половина электронных помощников, которые есть в максимальных комплектациях российских. Но, правда, при этом я здесь сейчас вам покажу одну такую штуку, что если сравнивать вот эту машину с минимальными российскими комплектациями, то все-таки я бы сказал, что как раз с точки зрения разного рода электронных помощников тут все сделано немного побогаче. Я уже сказал о том, что у этого автомобиля нет функции автоматической парковки, которая в российских максимальных комплектациях присутствует. Причем очень многие люди ошибочно связывают эту функцию с наличием камеры обзора 360 градусов. Так вот, здесь присутствует такой довольно интересный момент. Я вам сейчас его покажу подробно. что, несмотря на то, что эта версия очень сильно похожа вроде бы как на российские минималки комфорта и лакшери, но, тем не менее, в тех версиях обзора 360 градусов не будет ввиду отсутствия полного объема камер. А вот тут на самом деле камеры 360, они здесь как раз есть. Но, несмотря на это, функция автопарковки на этом автомобиле не реализована. Поэтому надо иметь в виду вот такой вот важный момент. В российских максимальных комплектациях, там, где реализована функция обзора камерами на 360 градусов, обычно есть возможность включить и встроенный видеорегистратор, который пишет со всех четырех камер. Штатно на китайском автомобиле этой функции не будет. Однако покажу вам такой удивительный момент. Вот так вот вместе с китайской машиной ко мне приехала вот такая вот штуковина, на которой, собственно, если присмотреться, можно обнаружить, что это и есть видеорегистратор. Но только я, честно говоря, сначала подумал, что его предполагается реализовать, ну, как некое отдельное устройство, а лежит там на самом деле вот что. Сейчас покажу. То есть, видите, это вот такая вот штуковина. По сути дела, это крышка, которую можно вот туда вот поставить вместе с камерой, и она тут распайка. И вроде бы как видеорегистратор в подобной ситуации начнет работать. Ну, понятное дело, стоит только вставить флеш-карту. Тут, видите, даже вот кнопкой управления есть что-то можно сфотографировать вручную, если необходимо. Ну, в общем, насколько я, по крайней мере, понял, это вот не точная информация, а некое предположение. Но в Китае по каким-то причинам использование видеорегистраторов, ну, оно, как бы, скажем так, не совсем законно, что ли, насколько я понимаю. Ну, более того, вполне возможно, эта опция сделана и специально для европейских стран, где, насколько я понимаю, тоже видеорегистраторы, по-моему, как-то ограничены законодательно в некоторых странах Евросоюза. Но вот так вот, когда машина приходит, по крайней мере, в Россию из Киркизии, здесь поставляется вот такой вот дополнительный элемент, который можно поставить. Я ставить пока еще не пробовал, но вот штука такая в комплекте есть. Если функцию автоматической парковки очень многие автолюбители считают либо просто баловством, ну, либо такой просто приятной штукой, которая хорошо что есть, но пользоваться ты ей, скорее всего, не будешь практически никогда, то следующий помощник, которого у этой машины не будет, ну, или, вернее, он будет, но реализован немного по-другому, эта функция, на мой личный взгляд, гораздо более важная. Дело в том, что здесь вот есть такая кнопка, которая включает круиз-контроль, и, судя по тому, что вы в данный момент видите, это не адаптивный круиз-контроль. То есть, на самом деле, когда круиз-контроль адаптивный, у российских версий вот здесь вот будет такая маленькая буковка А. И, кроме того, когда вы смотрите на такие китайские автомобили БУ, это еще по одному признаку можно заметить, потому что, на самом деле, на тех машинах, где круиз-контроль адаптивный, вот в этих вот местах, есть две кнопки, которые дают вам возможность отрегулировать расстояние до впереди идущей машины. А тут этих кнопок попросту нет, поэтому круиз-контроль здесь будет самый обыкновенный, вот примерно такой, какой он на ваговских машинах, ну, скажем так, в 8-10 летней давности. Вот так это здесь все и работает. Соответственно, учитывая, что у данного автомобиля нет функции адаптивного круиз-контроля, нужно заметить, что у него нет и функции удержания в полосе движения, потому что вот это вот вещи взаимосвязанные, обычно, если есть одно, то есть и другое. Здесь тоже ничего подобного в этой комплектации не будет. То есть, будет ровно так, как в российских младших версиях. Теперь давайте посмотрим на рукояти управления светом. В общем, здесь ситуация такая. У современных российских старших версий существует функция, которая называется автоматический дальний свет. То есть, вот где-то вот в этом месте есть еще одно положение после авто. Тут будет нарисован примерно вот такой вот значок, или вот такой вот, за которым будет стоять буква А. И если в него перевести вот таким вот образом положение вот этого переключателя, то у вас будет автоматически на основе показаний камеры, которая находится за лобовым стеклом, будет включаться дальний свет. Ну, функция, говорят, что с одной стороны, понятное дело, на каких-то трассах общего пользования, где нет освещения, достаточно удобно. Но, с другой стороны, как бы некоторые забывают ее отключать в городе, тогда начинается некое светопредставление. Здесь подобного электронного помощника у вас не будет. Следующее эдакое разочарование – это использование в китайской максималке самой простой панели управления, которая только, в принципе, на этих автомобилях возможна. На российских версиях она имеет возможность, ну, скажем так, переключать несколько скинов, которые, кроме того, еще и меняются в зависимости от того, какой режим вождения вы выбираете. При этом можно их там как-то отрегулировать и сделать прочие такие вещи. Там есть еще и пара виджетов, которые могут вам дать некую информацию с головного устройства прямо вот сюда на панели управления. Здесь ничего подобного не будет. То есть, вообще, некоторые эту панель называют монохромной, хотя, конечно, ну, она, понятное дело, что, как видите, она, в общем и целом, цветная. Монохромно ее назвать сложно, но, скажем так, это панель, которая несколько проще и несколько менее информативна, чем то, что стоит на российских максимальных версиях. Впрочем, с другой стороны, я вот уже некоторое время всем этим делом пользуюсь и не могу не сказать, что эта панель все равно, конечно, гораздо удобнее, чем обычные механические стрелки, которые бывают на большинстве более старых автомобилей. И с точки зрения информативности тут тоже, конечно, информации гораздо побольше, чем на таких вещах. Но, да, в российской максимальной комплектации, тем не менее, вот эта вот панель будет поудобнее и просто поинтереснее смотреться. Сейчас такая минутка, немножко поговорю о том, чего не знаю, потому что я не знаю, как это реализовано в российских младших версиях, но имею информацию о том, что вот на китайских младших версиях относительно этого автомобиля, вот эта вот основная панель управления меньше размером. Не знаю, как это можно реализовать при вот таком вот переходе, потому что вот эти вот передние панели, насколько я знаю, они во всех случаях размеры имеют одинаковые. Но, тем не менее, там в описании указано что-то, что у этой машины размер этой панели, по-моему, 13 дюймов, а у младших версий 9. Ну, может быть, только она короче, например, справа, я как-то так себе это представляю. И как сделано в российских младших версиях, не знаю, потому что я никогда такую версию как бы не видел и не ездил. Но, тем не менее, сейчас немножко расскажу по поводу отличий интерьера с точки зрения того, что вы получите вот в этой вот китайской версии Champion Edition по сравнению с младшими российскими версиями о том, о чем я, так сказать, знаю более или менее достоверно. Многие обзорщики, да и некоторые дилеры, которые возят машины параллельным импортом, считают, что китайскую версию Champion Edition, несмотря на то, что она считается как бы максимальной, но корректнее сравнивать с некоторыми младшими версиями, которые продаются в российских автосалонах. И вот с этой точки зрения здесь, конечно, машина побогаче. Первое, я думаю, что вы уже можете заметить, даже вот так вот глядя на меня, это следующий факт. У российских младших версий вот все элементы интерьера, типа кресел, они будут иметь какую-то условно-тряпочную обшивку. И, насколько я знаю, даже сами кресла могут иметь немножко другую форму. В этой же китайской комплектации стоит то, что стоит в российских максималках. То есть здесь везде кожезаменитель, вот это вот богатство фактур, которое часто описывают разные обзорщики. Вот это все в вашей машине в данном случае будет, что заметно отличает ее от младших российских версий. А сейчас покажу еще один момент, который иллюстрирует то, что есть в этой машине и то, чего нет, насколько я понимаю, даже в самых богатых российских версиях. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Как видите, у меня сейчас прекрасно на панели работает Яндекс.Навигатор. Ну, понятно, что с некоторыми танцами с Бубом такое можно реализовать и на российских версиях, хотя штатно этого не будет, надо понимать. Но теперь вот тот, кто это реализовал, может посмотреть у меня вот сюда. Как видите, у меня здесь в данном случае в USB-порт никакая GPS-антенна не подключена. А тем не менее, навигатор у меня работает совершенно нормально. Это так происходит потому, что, по крайней мере, в китайской версии Champion Edition есть эта встроенная антенна. И надо сказать, что это прям дико приятный факт, потому что работает она совершенно прекрасно и при этом нет у вас тут никакого холхоза из отдельных проводов, которые необходимо подключать для того, чтобы обеспечить нормальную работу навигацией. Вот это прям откровенно здорово. Еще одно интерьерное отличие, про которое я забыл, потому что я не совсем уверен, как оно реализовано у российских дилеров. В общем, оно здесь заключается в том, что на данной версии водительское сидение снабжено электрорегулировками, пассажирское регулируется исключительно механическим путем. А как вот сделано в российских версиях, старших и младших, я точно не уверен. Я, по крайней мере, помню, что я ездил на какой-то версии автомобиля Bill GX50, но это как бы дорестайл. Там водительское сидение в каких-то версиях регулировалось тоже только механическим путем. Честно говоря, не знаю, как сделано в максималках российских, но вот в китайской версии будет сделано именно вот так. Еще один момент, связанный с электронными помощниками, который в китайской версии автомобиля будет сделан попроще, чем в российских максималках, это отсутствие системы считывания дорожных знаков. Тут ее нет вообще никакой. Ну, прямо скажу, вот, наверное, эту функцию мне жаль ее отсутствие, потому что в целом было бы прикольно. Но на самом деле она, как правило, существует вместе только с более продвинутой панелью, чем у этого автомобиля, потому что на этой панели здесь даже нет места, куда бы могла выводиться информация о дорожных знаках. Ну, по крайней мере, если оно есть, то я не понимаю, где оно могло бы тут находиться. Поэтому тоже есть такой вот как бы важный момент. Понятное дело, что это вот не самый, наверное, такой важный электронный помощник, который в машине мог бы быть, но, тем не менее, факт остается фактом. Этой системы, этого электронного помощника у вас здесь тоже не будет. Ну, и давайте немного поговорим о последнем техническом моменте, который я показать вообще совершенно никак не могу, но для многих он является таким важным плюсом автомобилей, которые были произведены для китайского рынка. Заключается он в том, что на этих автомобилях, ну, так на сленге выражаясь, как бы не придушены те полуторалитровые двигатели турбированные, которые здесь установлены. Потому что в российских версиях, вне зависимости от комплектации, этот двигатель имеет мощность 148 или 150 лошадиных сил. Ну, по крайней мере, насколько я себе представляю. И, по-моему, вот эта разница в две лошадиные силы – это какая-то погрешность измерений, потому что в разных источниках действительно указывают разную мощность российских версий вот этого автомобиля. Китайские версии тоже, опять-таки, если смотреть на источники, то им могут иметь мощность от 180 до 170 лошадиных сил, но никогда не меньше. Мой автомобиль, естественно, при ввозе через Киргизию проходил лабораторию здесь, и лаборатория российско намерила 174 лошадиных силы. Я вот лично думаю, что это как раз именно та мощность, которую двигатель на самом деле и выдает. Ну, то есть, технически вы можете думать, что лошадей на 25 эта машина будет мощнее. При этом я здесь поделюсь такой, ну, наверное, шутливой информацией, что, по крайней мере, по моим собственным ощущениям, заметить какую-то разницу в динамике между российскими версиями этого автомобиля и китайскими я лично не смог. Но, опять-таки, надо понимать, что российскую версию этого автомобиля я тестировал в таком городском режиме, то есть, больше 80 км в час не разгонялся. В общем, динамика там тоже вполне достойная. На китайской версии вот уже некоторое время езжу. Ну, да, тоже нравится, но не думаю, что есть прям какие-то радикальные отличия. Впрочем, некоторых людей вот эти самые 25 лошадиных сил, безусловно, греют, и они поэтому предпочитают покупать китайские версии, несмотря на отсутствие некоторых легкальтеронных помощников. Ну, в общем-то, тоже позиция, потому что все то, что я вам показал, чего в этом автомобиле нет, это, пожалуй, не главное и не то, что как-то серьезно влияет на ходовые характеристики автомобиля, а вот 25 лошадиных сил дополнительной мощности – это да, многим нравится. Ну, вот, друзья, вроде бы все, что смог найти с точки зрения отличий, рассказал. Понятное дело, что перечень может оказаться неисчерпывающим, но я, честно говоря, более подробного обзора на рестайлинговые кулеры из Китая, вот с точки зрения именно отличий, которые у них есть от российских версий, на весь YouTube найти не смог. Поэтому надеюсь, что кому-то подобная информация поможет в принятии решения, покупать ли себе машину в России или вести ее параллельным импортом. Но скажу лично так, что мое субъективное мнение заключается в том, что тут, конечно, каждый выбирает для себя, потому что в моем случае разница в цене получилась настолько космическая, что вот все вот эти вот отличия, в принципе, не играют для меня особенной роли. Но это еще и связано, пожалуй, с тем, с какого автомобиля я на Джили Кул Рей пересел, потому что там у меня была очень старая машина, и несмотря на то, что она была, ну, наверное, ее можно назвать автомобилем С-класса, а Джили Кул Рей – это все-таки Б-класс, но в том автомобиле некоторых опций, которые есть в этой машине, все равно тоже не было. Поэтому, понятное дело, что с тем, что нет чего-то еще, что, в принципе, доступно в богатых российских комплектациях, я как-то достаточно быстро смирился. Для меня и это автомобиль современный и технически достаточно серьезно оснащенный. Но это так лично для меня. Каждый другой человек, я думаю, что просто воспримет этот ролик как некую информацию. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.